Здравствуйте, я Дарья Прибавина, ученица 7 класса Вухтинской общеобразовательной школы Приузского района Республики Коми. Сегодня я хочу рассказать о своей прабабушке Михеевой Анне Михайловне, дружнице тыла. Родилась она 1 апреля 1928 году в деревне Зародовцы, Спаспорского сельского совета, в семье Михаила Андреевича и Василисы Прокопьевны Клементьевых. Всего детей в семье было двое, Анна и ее сестра Маша. Своё детство и юность она провела в своей родной деревне. Когда прабабушке исполнилось 9 лет, умерла ее мама. Проучившись в школе до 4 класса, пошла работать в колхоз урожай. Ей было всего 13 лет, когда началась Великая Отечественная война. О начале войны объявили по радио. Это были самые страшные слова. Наступили трудные времена. Всех парней и мужчин забрали на фронт. Остались только старихи, женщины и дети. По воспоминаниям прабабушки, на фронт забрали двух дядей, Михаила и Петра, и двоюродных братьев Ивана и Егора. С войны они не вернулись. Погибли в боях. В годы войны прабабушка, ее отец и младшая сестренка Маша жили втроем в своем доме. Жили очень бедно. Одним было одежды, обуви. Дети наравне со взрослыми трудились в колхозе с утра до поздней ночи. Зимой заготавливали дрова, возили их с лесами на телегах. Летом пахали на лошадях, сеяли лен, сажали картофель, косили сено для скота. А вечерами вязали солдатам носки, варежки. И все это отправляли на фронт. Все понимали, так нужно было для Родины, для победы. Не хватало еды. Давали паек или два килограмма муки. Смешивали муку с клевером и ели. Собирали с елки шишки, пили сок сосны. Но, как вспоминают прабабушка, вечерами после тяжелого труда дня они собирались все вместе. Пели песни, танцевали, слушали по радио новости с фронта. Когда пришла долгожданная победа, радости не было конца. Люди обнимались друг с другом, целовались, пели песни, танцевали. Везде слышался веселый напевый гармон. Но и после окончания войны в деревне жизнь была очень трудной. Платили большие налоги государству по мясу и молоку. В то время отца уже не было в живых. Остались они вдвоем с сестрой. Когда прабабушке исполнилось 18 лет, она уехала в Паневский лесопункт, Обьячевского леспромхоза. Там устроилась на должность кондровика. В 1951 году она прошла учебу на курсах машинистов-вокомобилей. А три года спустя переехала работать в лесной поселок Верхний Ухтен. Здесь и встретила своего будущего мужа Николая Васильевича Ложкина. Они поженились, а через год появилась на след дочь Валя, моя бабушка. Молодая семья перебралась жить в ног в расстроенный поселок Вухтен. Став в числе его первых жителей. Прадедушка работал в лесу, прабабушка в детском саду поваром. Казалось бы, все хорошо, но руковое стечение обстоятельств кардинально изменило ее сынку. В 1957 году трагически погиб ее муж Николай, и прабабушка остается одна с годовалым ребенком на руках. Но, несмотря ни на что, она не пала духом, а оказалась сильной женщиной и пережила все выпавшие на ее долю жизненные невзгоды. Позже встретила хорошего человека, Ивана Прокопьевича Михеева, и вскоре они поженились. У них родилась дочь Галя. Прабабушка продолжала работать врачкой в детсаде. Здесь утрудилась до выхода на пенсию. Со своим мужем Иваном они жили душа в душу и прошагали по жизни рука в руку 40 лет. К сожалению, нет уже в живых и прадедушки, и вот уже 4 года и моей любимой прабабушки. Но и вся моя многочисленная семья. Думаем о ней, вспоминаем ее, гордимся ее наградами, среди которых нагрудный знак «Ударник коммунистического труда», медали за долголетний добросовестный труд, за доблестный труд, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина и ветеран труда. Для нас они реликвия и память о тяжелых днях войны. Я всегда буду помнить прабабушкины слова. Вера в победу, Бога и песня спасли нас в те военные и послевоенные трудные годы. Мы были хоть голодные, холодные, но счастливые. Спасибо за внимание.